Привет, мой дорогой электросамокатный зритель! И сейчас у нас обзор. И на этом обзоре у нас самокат УБГО. Меня многие спрашивали про него. Я вам хочу рассказать подробно всю историю от и до, в годах, как он появился, откуда взялся и что этот самокат из себя представляет. У вас уже получается здесь люфт, здесь люфт, здесь люфт. Но вы думаете, все? Нет, у вас еще люфт появляется в рулевой. Вытаскивать колесо здесь очень сложно, потому... Данный механизм складывания люфтит абсолютно везде. Руко сделано из нескольких частей. То есть есть пластины, в которые вставляется ось колеса. И эти пластины со временем может погнуть. Были случаи, когда приходили самокаты, у которых неравномерно крутятся оба мотора. Сразу забегу наперед. Я раньше ими занимался. И вот данный аппарат продавался за 1250 около месяца. За этим летом кто успел, тот молодец. Кто не успел. Бывают разные акции. Вы добавляетесь в группу в Телеграме, в Инстаграме. Я там сразу выкладываю оперативное объявление. Вот такие вот бывают уцененные самокаты. Начнем с чего? С того, что этот самокат был изначально с названием Акиха Дабл Драйв. Это было в 2017 году далеком. Вот там видео с подобными самокатами. Они тоже есть у меня на канале. Там вверху я прикреплю ссылочку. Можете тоже посмотреть. Потом после Акиха пошел Курус ДЕ2000 с двойными уже передними пружинами. И в принципе он был идентичен этому УБГу. Не знаю почему они его переименовали. Но кардинальных отличий между УБГ и Курусом нет. И теперь мы имеем вот такой вот УБГ. Сейчас уже в 2019 году. Это модель 2018 года. А в 2019 году у них уже стоят у некоторых другие вилки, которые мне в принципе нравятся. И так кардинальных отличий особо больше нет. Вспомнил еще. У них стоит другой дисплейчик. Вот покажу на видео. Сейчас на фото. В остальном же плюс-минус самокаты идентичны. Комплектации у них бывают с сидением, без сидения. Тормоза механические, гидравлические. Мотор 1, 2 и по батарейкам. Там разные значения могут быть. Данная версия 26 амперная. В среднем пробега хватает на 60 км. И максимальная скорость у него около 60 км в час. По спидометру родному 65. Но по факту где-то 60. И как сейчас все любят обзоры, в которых рассказывается про минусы в основном. Я хочу именно вот в таком контексте сделать данный обзор. Сразу сделать скидку на то, что напомню. Такой самокат стоит 1250 долларов. Новый он уезжает в Киев. И поверьте, за эту цену лучший вариант очень сложно найти. И теперь я предлагаю пройтись по всем минусам. Потому что все-таки обзор честный, как вы видите в названии. А не так, что многие каналы делают из ряда. Вот передо мной новый самокат. Я не знаю, какие у него могут быть проблемы. Я говорю только свое первое мнение и впечатление. Но опять же, если люди работают с самокатами, они прекрасно знают, какие у самокатов минусы, плюсы. И даже можно форум почитать, если реально готовиться к обзорам и не снимать абы как. Что ж, надеюсь, за это ты поставишь мне лайк и, возможно, подпишешься на канал. А сзади еще самокатчики едут. Можешь их тоже снять. Хорошо, когда в городе развивается движение самокатное. Итак, с чего же начать? Я вам сейчас подставлю вот так вот самокат. Как видите, тормоза у него находятся справа. Это минус. Почему? Потому что никакие велосипедные тормоза вы не поставите хорошие. Вам придется подбирать из того, что идет для самокатов. Это гораздо сужает круг поиска. Если ставить китайские тормоза, которые стоят, в принципе, на большинстве самокатов такого класса, это достаточно сложно, потому что у них свои размеры гидролинии, свои размеры. В общем, они отличаются от остальных и не в каждой веломастерской вам их поставят. Механические тормоза я обыбрать совсем не советовал, потому что их очень сложно настроить. Про это смотрите ролик. Тут будет пометочка в подсказках про тормоза. Я там подробнее рассказывал. В двух словах вы задолбитесь их настраивать, и тросик будет растягиваться, и это придаст вам проблем. Берите на гидравлических тормозах. Дальше. Тормоза, значит, справа находятся. Лучше брать тормоза слева. И еще хотел сказать. Вот такие решения с шайбами лучше тоже не использовать, потому что это идет в нагрузку на это все крепление, и со временем может произойти что-то вроде как оторвать тормоз. Если перевернуть самокат на другую сторону, сейчас я это постараюсь сделать достаточно быстро, у них есть распространенная проблема. Вот эта подножка. Эта подножка, это сейчас самая нижняя часть в самокате, и вы будете цеплять все, что вы переезжаете. Точнее, нет, то, что вы не переезжаете, вы будете цеплять этим местом. И многие берут эту ножку и переставляют вот сюда. Достаточно хорошее решение, в принципе. А вот эту часть просто спит. Дальше. Сама дека достаточно удобная, хорошая. Ноги помещаются отлично. Дальше. Механизм складывания. У меня есть самокат, я вставлю в видео, как мы его ремонтируем. Это владелец Юра, он попадал в мои ролики. Он на нем достаточно активно ездит, пробега у него там до 1000 км. И мы занялись вопросом устранения люфтов. А люфты на этом самокате это самая главная проблема. Потому что данный механизм складывания люфтит абсолютно везде. Начиная от крепления в деке, продолжая вот этим механизмом, который складывает, его зажать я даже не знаю как. Потому что если зажимаешь снизу гайку, ты не можешь зажать вот этот рычаг, который должен фиксировать. Он зажимает слишком тяжело. Если гайка разжата, у тебя здесь люфт. На новом самокате этого нет, но оно со временем от наших дорог появляется. Дальше. Вот этот вот красный шпингалет со временем может просто не нажиматься. То есть он нажимается, но ничего не происходит. Вот эта ось не выходит из своего паза, чтобы самокат сложился или разложился. Эту проблему тоже приходится решать. Дальше. Вот эти три болта. Эти три болта нужно посадить на другие шайбы и на герметик. Для того, чтобы здесь, вот тут если присмотреться, есть щель. И здесь в этой щели появляется люфт. Мы с Юрой тоже исправляли. У вас уже получается здесь люфт, здесь люфт, здесь люфт. Но вы думаете, все? Нет, у вас еще люфт появляется в рулевой. В рулевой он появляется из-за вот такого вот механизма. Рулевого механизма, назовем его так. Если на ВИМ-байках идет вилка, вилка идет со штоком. Шток вставляется в рулевой стакан. И тут вот эта часть руля зажимается тремя болтами. То есть на штоке. То здесь же совсем другая система. Тут снизу под крылом заварено. И заварен болт. Болт проходит через всю эту ось. Насколько я понимаю. Но это не точная информация. Если что, я перезапишу и вставлю по-другому. И сверху тут накручивается гайка. Соответственно, нагрузка на подшипники достаточно большая. И гайка не всегда справляется со своими задачами. И появляется люфт в этом рулевом. Вот это рулевое, это самое проблемное место данного самоката. Потому что менять эти подшипники вам придется практически сразу. И поменять их не так-то просто. Но благо есть в интернете видео, как поменять подшипники в рулевой на Akiha Double Drive. Посмотрите, там очень хорошо человек рассказывает про этот вопрос. Дальше. Вот эти вот гайки. Не знаю почему, но они очень сильно раскручиваются. Тут опять же такая интересная система. Тут идет болт под шестигранник. Этот болт является осью для вот этого амортизатора. Амортизатор тут чисто пружина. И получается, что если не законтрогает хорошенечко на фиксатор резьбы этот узел, то они откручиваются и тут тоже происходят люфты. Опять же, наверное, от наших дорог. Поэтому за этим местом нужно следить очень активно. Дальше. Фара самая обычная. В разных версиях она разная. Светит хорошо. Думаю, на этом останавливаться не стоит. Крыло в целом тоже самое обычное. Со своими функциями относительно справляется. Что хотелось бы сказать еще про вилку. Сама вилка сделана из нескольких частей. То есть есть пластины, в которые вставляется ось колеса. И эти пластины со временем может погнуть. Уже была такая проблема у Ромы. Моему с моим товарищем Димой вытачивали новую пластину. Сюда на вилку я найду и вставлю тоже видео. Или же прикреплю здесь по ссылочке. Сможете тоже посмотреть. То есть за этими местами тоже нужно следить. Благо, что эти пластины можно спокойно вытащить. Но опять же, это потеря средств. На Вимах же, например, эта вилка уже идет целиком летая. И литые вилки все-таки, я думаю, более хороший вариант. Дальше. По дисплейчику хотел сказать. Он здесь синий. Это очень хорошо. Это плюс самокату. По остальным элементам управления. В принципе, система идентична всем остальным самокатам. Ключ с замком зажигания. Показывает вольтаж. Кнопки все стандартно. Думаю, тут рассказывать ничего подробнее не нужно. С тема складывания руля достаточно надежная. Мне она нравится. Я ее использую тоже на Вимах. К ней тоже нареканий нет. То есть здесь уже выше люфтов нет. Длинный. Его длины достаточно. То есть к этому вопросов тоже нет. Хотя чем длиннее руль, тем комфортнее. Например, если сесть за Вим и будет там у них разница, вот примерно, ну сколько, сантиметров 8, она достаточно чувствуется. Вообще, в принципе, любой китайский самокат сделан достаточно топорным образом. То есть тут не конкретно к этому. Тут, в принципе, в общем ко всем. Поэтому бывают такие моменты, что здесь совсем все неровно. Если вы хотите разобрать эту часть, то готовьтесь к тому, что собрать ее будет очень сложно. И относительно центра будут очень большие изгибы. Например, на глаз это может быть не видно, но если померить, то вы очень хорошо это заметите. Что касается крыла. Крыло тут вот хорошее. Я бы сказал, идеальное крыло. Потому что оно пошире, чем, например, даже на моем Вимбайке. Оно закрывает достаточно большое пространство. И справляется со своими задачами. Не люфтит, не отрывается, не гремит. Стоп-сигнал тоже тут стандартный. В принципе, ничего тут интересного рассказывать и не стоит. Еще достаточно большой плюс. Если заглянуть внутрь под самокат, они прогерметизировали хорошо места, где крепится фонарь. То есть туда не попадет влага. По подвеске сама ось в подвеске сделана без резьбы. Это несомненный плюс. Раньше крепление крыла отрывало. Они его усилили. И теперь с ним все хорошо. Сами колеса являются разборными. Это однозначно плюс, потому что вам легко менять будет покрышку, камеру. То есть откручиваете внешние болты, разбираете на две части обод и спокойно меняете покрышку. Вот единственный нюанс, если вы хотите поменять тормозные диски, тут болты, разболтовка совсем другая, чем на стандартных, на велосипедных. Из-за этого вы можете столкнуться с вопросом, что придется пересверливать или диск, или болты. Поэтому будьте внимательны с данным моментом. По начинке самоката контроллеры, батарея, все в принципе служит надежно, нареканий не было. Единственное, что со временем батарея может умирать, но это в любом самокате происходит. И может умирать контроллер в большинстве своем задний, потому что перегревается. От перегрева китайцы придумали взять два контроллера, засунуть их в такую алюминиевую корпус, что ли, для лучшего теплоотвода и обмазать все внутри термопастой. Со своими задачами как бы справляется, если его не перегружать прям очень-очень сильно, не использовать в хардкорном режиме, тогда, пожалуй, любая техника, думаю, может перегореть. Что ж, из плюсов еще вот такой вот резиновый уплотнитель на руле, для того, чтобы было удобно его брать. Приятно, то есть мелочь, а забота о потребителе. Вынос тут стандартный, регулируется. И, в принципе, больше-то про самокаты нечего рассказывать. Я сейчас на него, пожалуй, встану, чтобы вы посмотрели размеры меня и самоката. Напомню, мой рост метр девяносто пять. Сейчас я его выставлю повыше под себя. И вот, когда я его выставлял, я вспомнил еще один момент. Высоко руль поднять вы не можете, потому что запаса проводов не хватает. И очень часто встречается проблема в УПГО, что здесь фишки отходят в этих хомутах. И теряется контакт, у вас дисплейчик тухнет. Вам приходится разбирать, поправлять эти фишки. Поэтому тут вот тоже достаточно большая проблема. Если вы человек с руками, вы можете легко это исправить. Так, что ж, остается мне сейчас встать на самокат. То есть вот так вот это смотрится. Пробую сейчас его на нем попрыгать. Так работает задняя. Ну, передняя чуть хуже, конечно же. Но тоже работает. Вот. Еще хотел сказать, что упакован самокат достаточно качественно. Обычно самокаты типа Ультронов или Вимы же упакованы в мягкий поролон. Ну, как мягкий. Он плотный достаточно, но все-таки поролон. А такие самокаты, как Кабу, например, Дуалтрон, они упакованы в твердый пенопласт. Я думаю, что твердый пенопласт гораздо лучше. И самокаты доезжают более целыми, чем в поролоне. Поэтому это однозначно плюс данному самокату. И всем, кто так упаковывает. Хотя на моей практике были случаи, когда самокаты приходили поврежденные. Были случаи, когда приходили самокаты, у которых неравномерно крутятся оба мотора. То есть нет синхронизации. И когда у тебя крутится один мотор быстрее, а второй медленнее. Это тоже определенные проблемы. Надо это решать, устранять и менять. Из-за всех этих мелких недочетов, которые в крупной картине становятся достаточно важным фактом, брать этот самокат или нет. Лично я перестал сотрудничать с данной фабрикой. Потому что я решил, что они стали делать очень много брака. И сам самокат требует достаточно много доработок. Благодаря этому я принял решение делать ВИМ-байки. Про это вы тоже сможете отдельно посмотреть. Про данную модель я рассказал максимально подробно. Если есть какие-то вопросы, пиши в комментариях. Если видос нравится, то ставь лайк. Я обязательно отвечу. Также будут и про другие самокаты подобные видео. Потому что очень мало рассказывают в интернете честно. Про все минусы. К сожалению, сейчас такое время, что каждому нужно продать. А абсолютно в каждом самокате есть свои преимущества и свои недостатки. Напомню, в этом видео были в основном недостатки. Об удовольствии и преимуществах, думаю, вы можете увидеть в остальных роликах, кто рассказывает про любой, в принципе, самокат, в том числе и этот. До новых встреч! Забыл сказать пару важных деталей. Уже без микрофона не описывайте. Вытаскивать колесо здесь очень сложно. Потому что данная система вытаскивания колеса расположена назад, а не вниз, как на точке самокатов. Из-за того, что колесо нужно вытянуть назад, провод натягивается на мотор-колесо, которое идет силовой. И вам очень сложно вытянуть колесо. При этом, чтобы еще диск попал в тормозные колодки, это все достаточно усложняет систему. Сама подвеска реализована очень интересным образом. Блок варен с резьбой, и на него прикручивается сам амортизатор. Это тоже довольно-таки забавно. Но при этом снизу здесь есть такие прорезиненные штучки. Когда вы сложите самокат, он ложится на них. Вот эта мелочь, но тоже важная и приятная. Производитель вот в таких мелочах думает про клиента. Редактор субтитров А.Семкин